В 2016 году российское издание National Geographic составило свой рейтинг 10 самых красивых автодорог мира. В него вошли Атлантическая дорога в Норвегии, Великоокеанская дорога в Австралии, Памирский тракт в Таджикистане, Трасса 40 в Аргентине и другие. Пятое место в этом почетном списке занял представитель России – Чуйский тракт. Понятно, что приехав на Алтай, мы не могли не прокатиться по самой красивой дороге страны. И так получилось, что мы проехали почти весь Чуйский тракт. Ведь федеральная автомобильная дорога Р-256 Чуйский тракт начинается в Новосибирске, куда мы прилетели и откуда на машине отправились в Горноалтайск. А заканчивается в селе Ташанта на самой границе с Монголией. Общая протяженность Чуйского тракта – 968 километров. Сегодня нам предстоит путешествие от Горноалтайска до Кошагача. Эти 500 километров, пожалуй, самый живописный участок Чуйского тракта. При этом мы не только проедем по легендарной дороге, но и посмотрим по пути некоторые достопримечательности. Но для начала немного истории. Своё название Чуйский тракт получил в честь притока Катуни – реки Чуя. Так что к Чуйской долине дорога не имеет никакого отношения. Упоминание о нынешнем Чуйском тракте можно найти ещё в китайских источниках тысячелетней давности. С тех пор и до начала 20 века это была просто горная тропа, которой пользовались купцы, торговавшие с Монголией, и паломники, шедшие к священному дереву в верховье реки Катунь. Колесную дорогу от Ангудая до Кошагача обустроили только к 1903 году. Современный маршрут Чуйского тракта был подготовлен в 1916 году, после изыскания экспедиции, возглавляемой известным писателем и инженером Шишковым, автором романа «Угрём река». Однако из-за вспыхнувшей гражданской войны планам по обустройству автомобильной дороги не суждено было сбыться. Строительство тракта началось только в 1925 году и продолжалось 10 лет. Основные работы выполнялись вручную жителями автайских сёл и заключёнными сибирских лагерей. В 1935 году работы по обустройству магистрали были закончены. С 1961 года наименование «Чуйский тракт» было присвоено всей дороге от Новосибирска до Монгольской границы. В 80-х годах дорога была спрямлена, был построен новый перевал Чикетаман, а ещё здесь наконец-то появилось асфальтовое покрытие. Сейчас «Чуйский тракт» – современная и благоустроенная трасса с заправками, подорожными кафе, гостиницами, но самое главное – с суммопомрачительными видами. Ну а мы тем временем подъезжаем к первой достопримечательности – Семинскому перевалу. В моём представлении перевал – это или крутой подъём, или серпантин с опасными поворотами. Тут же ни того, ни другого. Едешь себе по почти неровной дороге, и тут бах – ты уже на перевале. Семинский перевал – самая высокая точка Чуйского тракта. Своё название перевал получил от Семинского хребта, который пересекает дорога. Мы сейчас, можно сказать, находимся в центре России, потому что до Москвы – 3168 км, а до Владивостока, моего родного города – 3562 км. На вершине перевала стоит стела в честь 200-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российской империи. Есть также небольшой рынок, кафе, туалет. Такие шкатулочки, да, или что это такое? Да, да, да. Всё, ручная работа? Ну, почти что. Такие вот сумочки. А это чай, да, это что-то такое? Да, чай, чай. Да, сейчас будем потом идти встречать, если есть такие разрушения, где так же хочется вот кончать, да. Ну и куда без аилов. Сейчас ещё не туристический сезон, поэтому большинство таких торговых лавок пустуют. Но, тем не менее, что-то продаётся. Алтайский мёд, чай. Это, видимо, медовушка. О, какие тужурки. Носки, варежки, перчатки. Это вон гольфы. Шапки вязаные. О, какие прикольные штуки, всякие вывески. Баня. Красиво. Классно. Пойдём зайдём в Айю. Пьём чайку. Чай таёжный на травах. Кофе, чебуреки, пироги, беляши. Ну-ка. А мне тоже травяной чай и... Большой стаканчик за 50. И ваш алтайский... Как он там, Рафаэлка? Чёх-чёх. Чёх-чёх. Вот он. Чёх-чёх. Алтайские сладости. Чёх-чёх. 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 В Ангудайском районе, недалеко от села Бичиктубом, на небольшой скале стоит необычный монумент – памятник Суслику-кормильцу. Скульптура представляет собой образ босоногого мальчика, полуодетого в алтайскую шубу. В руках он бережно держит маленького суслика. Это животное в военные годы в буквальном смысле спасало многих алтайцев от голода. Большое количество продовольствия изымалось в военных целях и не доставало мясных продуктов людям. И поэтому вернулись не к такому виду, как охота на сусликов был момент. И суслик стал таким деликатесом в какой-то момент. Даже не то, чтобы деликатесом, а просто, чтобы прокормиться, приходилось ловить суслика. Необычно выполнено лицо мальчика в виде зеркала. По замыслу автора в лице скульптуры каждый может увидеть свое. Правда, сейчас лицо на монументе немного потускнело. Ну а мы двигаемся дальше. Вообще, Чуйский тракт можно условно разделить на две части. Среднегорная часть от Биска до Акташа – это туристический центр Алтая. С хорошей инфраструктурой, большим количеством сел, туристических баз и достопримечательностей. Высокогорный отрезок от Акташа до границы с Монголией практически необитаемый до самого Кошагача. Здесь начинается перевал Чикитаман, 30 километров горного серпантина. Вот туда он уходит. И это новая дорога. Дальше была другая. Вот она уходит, видно ее. Грян еще даже проходимая. Можно, в принципе, на внедорожнике по ней проехать. Ну а мы сейчас поедем по основному серпантину. Продолжение следует... Продолжение следует... Чикитаман – самый красивый перевал Чуйского тракта. И в отличие от Семинского, он представляет собой сплошной серпантин. Во время подъема от открывающейся взору красоты захватывает дух. На вершине перевала есть смотровая площадка, а также кафе, сувенирные лавки и прочая сопутствующая инфраструктура. И тут же стоит памятник строителям Чуйского тракта. Посвящается трудовому подвигу строителей Чуйского тракта. И вот здесь фотографии с исторически, ну вот уже и современный Чуйский тракт, и есть фотографии, как он выглядел раньше. Вот это старая дорога, старый перевал. Сейчас превратившаяся в туристическую зону магазины сувенирные, небольшие кафе, перекусочные. Есть беседочка, где можно сесть, перекусить с шикарным видом на горы. Но опять же, не устаю повторять, что сейчас не сезон. Сезон начинается где-то с июня месяца. Поэтому все еще в таком состоянии подготовки к наплыву туристов. Хотя, в принципе, какие-то лавки работают. А вот какая штука есть. Посмотрите. Страшно, честно говоря. Ну и вот он, старый Чуйский тракт. Где-то там через лес. Где-то его видно. И выскакивает на дорогу. Пожалуйста, туалет есть. Био-туалет. Даже умывальник. Сервис на большем уровне. Сейчас без сарказма сказал. Часто говоря, очень удивлен. Заходим на еще одну спотровую площадку. И здесь уже совершенно другие виды. Заснеженные горные хребты. Красотень. Можно еще выше подняться. Пойдем все-таки поднимемся еще повыше. Должно быть нереально красиво. Пойдем все-таки поднимемся. Круда! Очень красиво! Вот они, пейзажи горного Алтая. С погодой нам сегодня даже повезло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В полукилометре от села Иня, недалеко от дороги, посреди поля стоят каменные столбы разной высоты. Это древний культовый комплекс Ининские стелы. В прошлом веке эти камни были откопаны археологами, выставлены примерно сориентированной лицевой стороной на север, как они были установлены ранее. Возраст их примерно от 4 до 5 тысяч лет. По одной из версий, древние народы, кочевавшие по просторам Алтая, установили эти стелы как ритуальный комплекс. В дальнейшем считается, что каждая культура эти камни тоже использовала по-своему. На двух больших стелах выдолблены горизонтальные линии, которые схематически разделяют камень на голову и пояс. На поясе самой большой стелы можно увидеть изображение кинжала. Продолжение следует... Сейчас мы приехали в место, где сливаются реки Чуя и Катунь. Еще одна известная достопримечательность Алтая и одно из удивительных природных явлений. К сожалению, мы это явление не увидим, потому что не сезон, происходит это все летом. Поэтому, я думаю, можно загуглить кадры и посмотреть, когда сливаются воды и река приобретает необычный цвет. Чуя и Катунь – две главные реки Горного Алтая. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае. Это место даже получило имя – Чуй-Азы, что в переводе с алтайского – «Устья реки Чуя». Смотровая площадка находится недалеко от дороги. С вершины холма можно увидеть, как встречаются реки Чуя и Катунь. Вот оно, слияние реки Чуя и Катунь. Вот вытекает Чуя, большая река Катунь. И здесь они сливаются, видно даже разницу воды. Дальше уже течет река Катунь. Сейчас, конечно, не сезон, летом там прилетает бирюзовый оттенок. И вот есть же такое выражение – бирюзовые воды Катунь. В общем, есть повод вернуться увидеть эту красоту. Тоже стоит беседка, вокруг которой на деревьях повязаны ритуальные белые ленты – диаламы. и рядом выложены пирамиды из камней. Все говорит о том, что это место, почитаемо среди коренных жителей и в наши дни. Вот такой он, Чуйский тракт. Просто какая-то нереальная красота. Теперь я понимаю, почему он входит в пятерку самых красивых дорог мира. Просто бомбические пейзажи вокруг. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На 723-м километре Чуйского тракта, между селами Иня и Йодро, находится уникальный археологический памятник – петроглифический комплекс Колбакташ. Эти наскальные рисунки открыли в начале 20-го века, но серьезные исследования начались только в 1980-х годах. На данном комплексе, но в данном моменте появится 7 тысяч наскальных рисунков, но около 5 тысяч веков. Если внимательно смотреть, все рисунки они разные. Тут нарисованы люди, животные и так далее. На скальных плитах можно увидеть изображения людей, диких и домашних животных, сцены охоты и быта, а также рунические надписи. Но самое удивительное, что помимо антропоморфных и зооморфных изображений, здесь можно встретить рисунки Солнца, схему Солнечной системы, карту неба и даже космические корабли. Кроме того, тут нашли огороженные площадки, созданные для обрядов или жертвоприношений. Колбакташ считается светилищем и местом силы. Здешние камни обладают чудодейственным свойством, а загаданные желания непременно сбудутся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали на гейзеро Балмазера. Самое лучшее время для насмотра, уже вечер, солнце скалы за горами, и того эффекта, конечно, уже не будет. Может быть, посмотрим сейчас и еще и заскочим на обратном пути сюда. Идти по неудобно по тропе, как по шпалам. А вокруг-то болото, кстати. Ну что, пока никого нет, будем первооткрывателями. Дико холодно. Сейчас пока ехали, светило солнце. Потом въехали в какую-то тучу. Был, шел снег. Ну и сейчас просто как будто в зиму попал. Избушка на курьих ножках встречает нас тут и Баба Яга. Хе-хе. Ух. Тут прям сказочный лес. Дежурочка. А где жуйня? Ух. 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 я надеюсь даже в такую погоду и при таком свете смотрите офигеть да ну да ладно это как это что гейзеровое озеро одно из самых удивительных и красивых мест которые мы посетили во время нашего путешествия по алтаю природа подчас творит настоящие чудеса ни происхождение и возраст этого озера не установлены как нет сведений откуда появилось название озера гейзеровое ведь оно не соответствует своему значению никаких гейзеров выбрасывающих воду и пар тут нет название прижилось и притягивает сюда многочисленных туристов и так откуда же этот удивительный цвет и круги на воде можно конечно придумать кучу мифов на самом деле все просто связано это с процессами происходящими на дне озера несколько родников вьющих из-под земли поднимают со дна смесь песка и голубой глины они-то и формируют круглые и овальные разводы сама же вода в озере чисто и имеет бирюзовый оттенок кстати вода в гейзеровом озере не замерзает даже зимой причина все те же родники и впадающие в озеро лучей а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok